Должен же писатель реагировать на те же законодательные инициативы. Допустим, сейчас у нас законодатель запретил курить в общественных местах, что шаг навстречу Европе. С одной стороны, с другой стороны, рассматривается законопроект о запрете пропаганды гомосексуальных отношений. Это как бы получается, что шаг от Европы. То есть здесь вот как писатели должны... Вот и получается танец. Да, танец такой. Шаг вперед, шаг на дое. Вы, кстати, как относитесь к этим инициативам? Ну тут по-разному. Потому что инициативы разные. Я вообще считаю, что это такое советское представление, что писатель должен отвечать на все вопросы, потому что он должен участвовать. У нас в Советском Союзе, он был у нас и экономист, и философ, и гинеколог, и кем угодно. Ну, в общем, как сказал Евтушенко, очень правильно, поэт в России больше, чем поэт. Вообще, так вот представить себе, чтобы на Западе писатель в основном рассуждал о действиях парламента, он сказал, мне вообще на них наплевать. Писатель, но выразил бы свое мнение, сказал о том, что ну курить действительно может в подъезде нехорошо, почему должны все нюхать табак. Что касается других положений, то вы знаете, можно сказать так, есть вещи, которые уже давно стали исторической данностью. Те же самые однополые отношения. У нас в России, кстати говоря, терпимость по отношению к ним до Петра была невероятной. До Петра? Да, до Петра. Потом было как бы усвоено, в 18 веке было добавлено, что именно от Европы. Европа была очень гомофобна. Она вообще ненавидела гомосексуализм в 18 веке. А потом вот стала, так сказать, двигаться в эту сторону. Поэтому мы принимали законодательство Петровска именно глядя на Европу, а не на себя. У нас нравы были на редкость свободны. Ну а потом... А в Советском Союзе вы считаете... Ну в Советском Союзе тоже смотрели на какой стадии. В 20-е годы, в общем, было все позволено. В 30-е, наоборот, все запрещено. В 40-е даже нажали налог на девственность. Я помню, еще у меня мама говорила, что имели, берегли, на то налог наложили. Накупели девчонки сельские. Ну а вообще... А потом пришел налог на бездетность, да? На бездетность, ну естественно. Был такой, да. Был такой. А потом вот пришла Фурцева. И, кстати говоря, давно многое сделала для женщин. Она и эгоризовала аборты, потому что тогда же просто травились, умирали, сделали аборты подпольные. Но и многое другое. И, в общем-то, надо сказать, в тех кругах, в которых развит однополый инстинкт, скажем так, то он-то как был, так и остался. Только сейчас это приобрело как в Европе, так и у нас идею того, что мы не будем прятаться. Мы вот здесь, и, в общем, дайте нам такие же права. Может быть, даже мы на что-то претенуем больше. Вот когда эта однополость претендует на что-то большее, я против. А когда такие же права, я спокойно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.